Добрый вечер, мои господа. Мы с вами продолжаем работать в рамках проекта «Говорящий город». Мы продолжаем с вами изучать источник, который называется «Бласкофлориум наукофектование». Мы с вами, когда начинали работать, мы пропустили введение, и сейчас мы вернемся с вами к введению. А после этого продолжим работу со второй главой. Если, конечно, мы успеем введение. Он небольшой, я не знаю. Но очень емкое и интересное. Мы его пропустили не специально, а случайно, потому что Ирина Игоревна мне подала такую информацию, что это какой-то вот такой нехороший отрывок в трактате, который надо быстренько пропустить. И начать первую главу. На самом деле в этом введении сосредоточена структура самого трактата. То есть структура книги, которую мы с вами разбираем. То есть из каких частей она состоит и что внутри этих частей. Это очень важно. Потому что достаточно мало авторов уделяют внимание в введении, из чего состоит книга, где искать в справочнике, какие данные в этой книге. То есть я, кроме как Иронима Де Санчеса, Луиса Паччо Бертонарвезе и Бласкофлорию, я не встречал трактатов, где так подробно расписано, где что искать, в какой части. Поэтому мы с вами, так сказать, возвращаемся к введению. Введение в трактат Бласкофлорию, на лукофехтование. И Ирина Игоревна, пожалуйста, Вам слово. Введение. Фехтование в широком смысле понимания этого понятия рассматривается как способ управления и контроля собственными наступательными действиями, а также сведения ударом противника в пустую. Не могу, не могу вот просто не остановиться на этом определении. Если вы помните, Каз Дамата говорил то же самое. Бить противника, не давать себя, бить и восхищать публику. Это переделанное определение Бласкофлорию. На самом деле это определение Франческо Виллардита. То есть атаковать, не останавливаться, убирать все со своего пути, атаковать дальше, не позволять себе бить и продолжать атаковать противника до полного уничтожения. Франческо Виллардита это как раз тот человек, который говорил пленных, пленные мне не нужны, пленных не брать. По причине того, что он говорит так, что, уважаемые господа, если их вообще не останется, зачем нам кто-то из них? То есть зачем нам оставлять в живых кого-то, если никто из них никого не собирается оставлять никого в живых? То есть победите и оставьте никого в живых, вам не нужно будет ни за кем гоняться. Поэтому не нужны никакие пленные, пленных не брать. То есть это вот такой достаточно жестокий человек Франческо Виллардита, а точнее псих полный. И вот это один из главных специалистов в области проведения всех этих операций. Поэтому вот этот атакующий стиль Виллардита, левая ветка неаполитанского фехтования, это вот как раз отец Бласко Флорио, отец впоследствии Касса Дамата и отец вот этой неприятной организации, которую мы называем Нурлардит. То есть вот именно этот человек родил всю эту систему, левую ветку неаполитанского фехтования. Соответственно, колабрийско-пулийское, неаполитанское, компанейское вот это вот направление, которое тянется от Неаполя и до самой Сицилии через компанию, Акулию и Колаблию. Это его вотчина, Франческо Виллардита. Эти три области, это его вотчина и это место жительства, вот это левые ветки вот этого стиля, атакующего Виллардита, который на самом деле был полный психом. Если вам рассказать про него, будете читать обманчивую тишину, и вот тогда вы поймете, в общем, я там в двух словах рассказываю, что это за человек. Это тот человек, который отрубил голову английскому королю, это тот человек, который отрубил голову английской королеве, который полностью переформатировал Европу духовно, классово, экономически и физически. То есть это очень знаменитая личность, при этом, при всем, как вы понимаете, очень неизвестная. Потому что люди, которые такие операции проводят, они обычно остаются в безвестности. Но Олег Викторович раскопал эту личность, как бы мы ее вытащили сначала из одного трактата, потом из другого, потом начали сравнивать определенные вещи, потом еще начали, потом применили инструменты, еще нашли информацию. У нас немного информации про Меллардита, не так много, как хотелось бы про него. Конечно, мне бы хотелось бы про него написать кинофотографический Меллардита, потому что, знаете, как говорят, ведь центральные ветки меня научили, а левую я реставрировал в полном уме. И для меня левая ветка неаполитанского стиля – это, в общем-то, как холст для художника, как картина, написанная художником заново, восстановленная из пепла. То есть вот когда взялся реставратор, художник, и картину великого мастера вернул в жизнь и повесил в музей обратно, то есть реставрировал из пепла. Вот у нас с Ириной Игоревной, с Аней, с Лерой было всего лишь на всего мелкие осколки самого стиля и мелкие осколки. И путем кропотливой работы с источниками, путем кропотливой работы с самим стилем мы реставрировали левую ветку в полном объеме. Кстати, у меня через день семинар. И вот как раз этот семинар, он как раз, обратите внимание, описывает финты. Первых шесть финтов неаполитанского стиля как раз вы увидите там первых три атакующих финта как раз в участках Белардита. То есть по сути своей очень интересный будет семинар по испанскому фехтованию. Так что следите за новостями, вам очень должно понравиться. По сути эта ветка уникальная и она для нас самая-самая родная эта ветка по причине того, что мы ее собственноручно и спекло восстанавливали и продолжаем над этим работать. Конечно, в конце хотелось бы книгу про ее мордит. То есть если мы возьмемся, если нам Канадская библиотека чем-то поможет, если нам поможет еще чем-то Мадридская библиотека, если нам чем-то поможет, так сказать, библиотека связанная с Каталонией, то есть в Барселонской библиотеке, если нам вот эти вот библиотеки помогут, то есть если нам все эти вещи помогут, то в общем-то думаю, что мы каким-то образом эти вещи попытаемся как бы восстановить до книги. Потому что биография Каранзе, она тоже не совсем понятна, как бы есть три версии биографии Каранзе. Но там хоть все понятно, кто это такой. Короче говоря, есть от чего отталкиваться, потому что есть книга, есть все эти вещи. Работать есть чем-то такое. В крайнем случае мы можем на психологию перейти и психологическими измерителями все восстановить. А вот с Ванческо Белардито здесь намного сложнее. Этот человек даже не остался в памяти людей в Калабрио, в Угле и так далее. Мы понимали мы уже его из источников 17-го столетия. Это серьезная вещица. Ну да ладно. Главное, мы реставрировали его внешний вид, его внешность. Из блеклого рисунка в трактате нормальный рисунок, в общем-то портретный. И главное, что мы кое-что знаем об этом человеке и очень много знаем об его стиле. То, что мы уже видим. Касса Домата, мы уже видим других людей, которые этим вопросом занимались и добивались больших результатов на этом. Так, фехтование в широком смысле рассматривается как способ управления и контроля собственными наступательными действиями, а также сведения ударов противника в пустую. И способы эти приобретены человеком в далекой древности. Фехтование необходимо. Это умение обращения с оружием против толпы, в высшей степени проявленное в войне, где его чаще всего и применяют. Также оказавшее определенное влияние на осуществление личной гендетты отдельных персон, равно как и на дуэли, что часто случается в определенных условиях, например, при задержании, с целью ареста или же когда мнения людей разошлись. С другой стороны, мы могли рассмотреть фехтование как некую гимнастику, наиболее подходящую для развития и поддержания наших физических сил и умственных способностей. И в конце концов, рассматривая отдельно изображенные части заключенных в действиях, скажем, что они должны соответствовать естественному порядку и, как все прочее, фехтование подчиняется только законам природы, и нормы его реализации являются нерушимыми, прочными и естественными. Если же рассматривать с точки зрения искусства атаки и победы, понятие фехтования очень древнее. Впрочем, народы античности и придавали этому искусству в большей степени влиятельный облик всего, связанного с победой, а потому почитали его как наилучшее гимнастическое средство в отношении физического и интеллектуального совершенствования и как таковое его практикование. И хотя люди, жившие в средние века, не придавали умению вращения с оружием в какой-либо эксклюзивности или исключительности, все же, ввиду своей воинской деятельности, они неизменно вторгались в дела религии, чести, частных интересов, обходительности. Однако же только античные старцы когда-то сократили обилие телесных действий и свели предписание в письменную доктрину, за исключением, пожалуй, публикации Рутилл-Руфо, чьи труды мы не сохранились до настоящего времени. И единственному упоминанию о них мы обязаны Валерио Массиму. Для того, чтобы узнать или суметь представить себе ось нашего трехтования, совершенно необязательно обращаться за описаниями особенных смертельных разрушений и остров, представленными историками, ораторами, поэтами. Был особый колорит в трактатах по упражнениям греческий и римский. Нельзя обойтись без упоминания умения вращения с оружием кавалерии. Впрочем, мало где содержится действительно достоверная информация, за исключением редких источников. Первые работы по фехтованию были опубликованы в Испании в 1474 году. Хотя итальянцы это отрицают, но все-таки считают, что венецианцы первые в этом вопросе. Ну, я хотел еще раз напомнить, что Венеция не была Италией в тот момент времени. А что касается того, что венецианцы в этом были первые, в этом нет никаких сомнений. Но документов об этом никаких не сократилось. Наполеон Бонапанту уничтожил все на Венеции. Зачем? Это вопрос истории. Идем дальше. Но в период с 1509 года вплоть до середины прошлого века они довольно редко освещались за пределами Испании. В частности, как в Италии, так и в королевстве обеих Сицилий. Но в этих работах, в дополнении к вкусам тех времен, когда они были написаны, читатели сбивают с толку масса предписаний, относящихся ко всем действиям, подчиняющимся исключительно так называемым правилам, которые не выведены из известных мне научных принципов, не описаны все изменения фигурантов, которых они называют не просто фехтовальщиками, но кавалерами, которых мы вообще не видим. И нет никакой возможности распознать ни начало движения, ни его завершение. Более того, они используют многие фигуры и их изменения, а затем длительно это обсуждают. Изучают и применяют точные науки ошибочно. Логика представлена нечеткая. Мы наблюдаем неопределенные и ничего не дающие элементарные методы воздействия и обучения. Написаны относительно дуэли, поэтому работа эти написаны ими во славу эльгерического искусства. И содержат они множество сварливых предписаний и воспрещений, которые поначалу тщательно дискутировались, а после и вовсе впали в дурную славу и презрение. Разнообразные идеи, описанные в том числе расшированной в этом труде, обладают здравым смыслом и мудростью проверенной премией. Франческо Антонио Марчелли. Труд его называется «Правила фехтования». В восьмой главе мы видим эпиграф «Защита». В самой главе излагаются мнения родственные Дживайн и Деля Боччи, Николета Джиганти, Алессандра Феррира. И первый из них говорит «Не настолько важно парирование, насколько точный и верный удар». Второй говорит «Меч всегда должен идти в сопровождении с ногой». Если дословно, меч вырастает из ноги и идет вместе с ней. И, наконец, третий говорит «Защита осуществляется при движении на врага, когда вы как стрелу отбрасываете его удар. В этом и заключается совершенная защита». Николета Джиганти. «Дабы почти честь и воздать должное пьедесталу, которые в равной мере заслуживают два великолепных военных мужа из Неаполя, которые возвели этот пьедестал, будучи выдающимися фехтовальщиками, не уступающими друг другу ни в чем, будучи математиками и эрудитами, учеными в том, что они называли наукой фехтования, и, насколько мне известно, именно они стали первыми, кто описал действия, совершаемые членами члены телесной конструкции человека. То есть, описали, что вообще человек может делать в фехтовании. И трактат их всецело научен. И писали они его в эпоху пылкой войны, оставив после себя физическую и интеллектуальную ценность, в частности, в которой мы можем убедиться посредством тренировок и упражнений, не подвергаясь при этом прямому влиянию войны. И хотя там, то есть в трактате, было сказано, что автор, цитирую, «имел задатки науки», он в чистом виде приводил изображения, которые обычно включаются в качество приложений, вместо того, чтобы услужливо придерживаться научных норм, таких как кредерон. На смену Веру последовала система механики и геометрии, эмпирическая часть, которая происходит от целой группы практикующих мастеров. Уберите внимание, на 16 век механика, геометрия, все в наличии. На 16 век. То есть все в полном порядке. То есть, как вы видите, тут прямо сказано, что в 16 веке и механика, и геометрия. Почему я ссылаюсь на 16 век? Потому что это 16 века персонаж. То персонажи 16 века. В 16 веке, так сказать, товарищи, как вы помните, в общем, а в весе и немецкие трактаты возьмем, вы помните их в 14 и в 15 веке. С механикой, математикой и прочими науками в Германии все в абсолютном порядке. А кому не верится, то открывайте, пожалуйста, говорящий город, спуститесь в нем. И Дарья Сергеевна, он выложил там целый список машин, механизмов, которые прямо нарисованы в трактатах немецкого эффектования. Хорошо. Эта точка зрения является не только привнесенным подходом. Она позволила изъясняться лектору нематематическим языком, понятным читателям, что позволила сразу тому переходить к практике. Но они даже не затрагивали крайне необходимых способов управления голосом или, к примеру, другие способы работы руками. Речь идет об изучении предмета в рамках установленных движений и получения машинных навыков. И это носило имя настоящего урока. И, наконец, трактат, отвечая пожеланиям, содержит прикладную часть, относящуюся к действиям, к тому, что есть предмет наступления. То есть, вместо обороны предлагается травмирование, исключающее при этом получение собственного ранения, что является техническими навыками штурмовыми, в кавычках, как они называются. Посмотрите, посмотрите. Смотрите, к тому времени есть научно-популярные издания. Вы помните, он пишет, понятное значение. Наученные издания отдельно уже существуют. Все так в классе. Смотрите. Существуют люди, которые заняты прекладные знаниями. Существует теоретическая наука. Существует прекладная наука. Это все описано в любви. Все эти вещи в том времени существуют в полном объеме. Еще в 16 веке. Понимаете? В 16 веке все эти вещи существуют. А мы рассказываем, что у нас это наше достижение, это мы себя. Придумали научные журналы, научно-популярные журналы. Это еще в 16 веке все было. Мы просто это скопировали. Нам дали это скопировать, мы это скопируем. Также трактат хочется именовать предметом научного излечения. То есть он лечит. Поскольку он построен на основах философии и идеологии, которые отвечают истинности с научной точки зрения. Поэтому осмелюсь его назвать общими идеями, которые служат этой цели для каждого человека. Но идеи эти все же нуждаются во вторичном рассмотрении и модификации. Параграфы нашего труда, в частности, не сокращают количество фактов, направленных на обучение в рамках жизненных случаев и деталей. Ранее, несмотря на предписание, рефлексы, правила их подтверждения и так далее, были указаны, указывали лишь на определенные случаи и детали. А потому мы могли бы дать заключение о такой работе, как неточной и неполной. Теперь же восполним недостающим. Это то, чем цена данная работа, что и составляет ее редкость. И труд этот является наукой о фехтовании. Учитывая предложенные идеи, я разделил свою работу на две части. Первая посвящена тому, как в действительности выглядит фехтование и каково его происхождение. Вторая часть повествует о роли определенных событий и их влиянии на фехтование, а именно о роли воин и о том, что такое поединок. Мне известны возможности тела, объем наших движений и с точки зрения древности, и настоящего. Нет различий в сознании, что тогда, что в современной гимнастике, иных движений нет. И это отражает суть происходящего, поскольку служит аргументом, позволяющим увидеть подлинную картину и сравнить ее с результатами различных систем фехтования современных европейских стран. Существуют некоторые виды, которые придавали некое значение движению и мышечной моторике, и интеллектуальным комбинациям их применения в большей или меньшей степени, что является преимуществом для таких школ. И для начала необходимо осветить тот факт, что пальма первенства среди школ фехтования принадлежит неаполитанской школе. Именно она и является объектом исследования данной работы. И определенные полезные соображения я изложил в виде общего названия «применение фехтования». Каждое движение мы рассмотрим в соответствующем месте. Затем, во всех случаях, определим все возможные изменения из разных положений, что видно по фигурам. Поговорим о взаимозависимости силы, ее мощности и скорости, что требуется в первую очередь. И мы... Определенные полезные соображения я изложил в виде общего названия «применение фехтования». Каждое движение мы рассмотрим в соответствующем месте. Затем, во всех случаях, определим все возможные изменения из разных положений, что видно по фигурам. Поговорим о взаимозависимости силы, ее мощности и скорости, что требуется в первую очередь. Именно это и освещено в первой части книги. То есть, видите, закон зависимости скорости и силы как бы известен глазка флоруи и предыдущего товарища. Слушай, ой. Именно это и освещено в первой части книги и носит название «Искусство управления фигурами». Далее. Все элементы спонтанности или элементы развития ситуации вы найдете во второй части данного труда. Слушайте, Слушайте, искусство управления фигурами, искусство управления фигурами, это наука ролевого моделирования. Видите? И, в общем-то, у нас этой науки нет, а тогда она существовала. И у нас она существует, просто мы про нее ничего не знаем. Хотя психология отчаянно пытается разбираться с каркасом ролей, и так далее, и тому подобное, как в островом личности. Но на самом деле, на самом деле, современная психология ничего не знает о вот этой науке, науке ролевого моделирования, которая называется «МАМА». Искусство управления фигурами, это искусство ролевого моделирования. И поэтому, как вы видите, тогда эта наука существовала, все было в порядке, а сегодня эта наука не существует, потому что, в общем-то, никто этой наукой особенно не интересуется, потому что не знают об ее существовании. Но если бы они читали древние источники, они бы знали о том, что такая наука существует, и она никуда не делась. И это самая главная борьба о проблемах человечества. Вопрос задавали. Говорили, «Вы же говорили, Олег Викторович, на семинаре, что надо директора разделить и мужчинами». Я говорю, абсолютно верно. Тогда надо разделить женщину и сотрудника. Я говорю, абсолютно верно. Но проблема женщины в том, что есть у нее женская роль, вы помните, стоит в основе. В этом все неприятности. И сколько бы вы ее не разделяли, если с ней бардак, то все остальное тоже бардак. Понимаете? А у мужчины все наоборот. Да, у мужчины все равно. У мужчины здесь мужской роли бардак, вон, обратите внимание, маменьки и сыночки какие-нибудь, где они там руководящие посты занимают. Понимаете? И на мужчину это никак не распространяется. А вот на вашу карьеру сильно распространяется. Понимаете? И все неприятности именно в этом, что у женщины она стоит в основе женская роль. Если с ней все плохо, то с остальным все точно плохо. Тут даже не надо проверять. Понимаете? И остается одно стать мужиком. Тогда не будешь зависеть от женской роли. Становишься мужиком и становится вообще все очень-очень плохо по причине того, что спрашивают в 2-3 раза вместо 1. Понимаете? Поэтому очень-очень не рекомендую эти процедуры с собой проделывать. Продолжайте. Далее. Вторая часть. Все элементы спонтанности вы найдете во второй части данного труда, которому мы дали имя фигуративного фехтования. Да. Вот видите? Вот оно фигуративное фехтование на основании фигур. То есть как бы роли определенные. То есть одна роль сменяет другую, один персонаж сменяет. То есть по сути речь идет о чем? О лицензоре. В памяти. Одни лицензоры меняют другие лицензоры в разный момент времени. То есть работает группа лицензоров, которая и позволяет нам фехтовать. И вот эта наука о памяти уже Попова она видите существует еще до того, как Попов принес ее в советский бывший как бы союз. Видите? Фигуративное фехтование. Вспоминайте правила Попова и вспоминайте почему это фигуративное фехтование. Вспоминайте родную концепцию, потому что это фигуры. Фигуры родовой концепции позволяют нам спонтанно, неспонтанно, интеллектуально, на автомате, на полуавтомате как бы фехтовать. Потому что двигательные лингвистические цепочки они связаны с фигурами. Связаны с фигурами определенными и стиль он как бы привязан к группе фигур. К навыкам. Которые эти фигуры это мы обладаем. В этом вся суть. Идем дальше. Также этот раздел структурирует необходимые и фундаментальные знания рассматриваемой науки. В первой луге, после того, как мы предоставим некоторые предварительные представления о действиях, поделенные на классы, мы изложим их затем подробнее, согласно порядку наследования и тому, насколько они подходят нашим персональным моторным характеристикам. Я посчитал важным обозначить классы таковых и предоставить описание, а потому этот раздел получил название «Описание и классификация действий фехтования». Во второй книге я описал механические и геометрические основы, на которых базируются классы и физиологические действия, чему я посвятил отдельные предписания под названием «Базовые принципы фехтования». В третьей книге я описал практический учебный план действий, который поделен на уроки. И, наконец, в четвертой книге я повествую о прикладном аспекте движения, а именно о нападении. В соответствии с его эгрономическими законами строится самонавок фехтования, и эти законы мы также изложим в качестве общих предписаний, в рамках которых я также хотела бы повысить осведомленность читателя о выборах действий, о обстоятельствах и возможностях непосредственного использования этих действий, поскольку в таком случае вы сможете и пресечь действия противника, и не позволить ему посранить, то есть, как говорится, ваша защита станет вашей же обороной, тем самым вы сможете обеспечить волновое наступление. В первой части этой работы мы с читателями буквально арестованы, ведь на каждом шаге и на каждом этапе мы будем подкреплять наше суждение цитатами, в том числе из малоприятных работ, например, из трудов Нино де Ланклуа, на которого ссылается Альфиерий, который сам был непревзойденным ученым, и таким в нашей доброй памяти остается. В полном виде процитировать его мы, конечно, не сможем, но отразим самую суть, особенно необходимость в способах, в кавычках, которые изложены как допустимые предположения. Таково мое мнение о них. Предположения могут касаться истории, физики, рационального зерна и, соответственно, мистики. И они действительно зависят и от истории, и частично от физики, и нельзя их рассматривать отдельно, а потому подобные цитаты неизбежны, равно как и в любых других искусствах. Но как же в данном случае удовлетворить тем читателям, что умны в некоторых вопросах, но, впрочем, имеют неверное суждение, не допускающее при этом изменений? То, что сводится к абсолютной чепухе, заключается в том, что ошибку никогда не спутаешь с правдой, поскольку правду легко понять и самому, и кому-либо еще передать. Во второй части, однако, эти предположения, касающиеся любых действий фиктования, и суждения эти направлены напрямую на ум человека, и выполняются нашим телом по приказу, и встречаются они друг с другом в виде двух противоборствующих граней, что есть два мяча. Следовательно, они имеют основание в идеологии, философии, механике и геометрии. Поэтому, во второй части, я вообще воздерживаюсь от попыток апеллирования как три тема, что, по моему мнению, совершенно излишне, поскольку многие вопросы уже и так разрешены науками. Но если научные знания являются пространственными разбросанными, чтобы само в нем это все собрать в единое целое, необходимы и уроки, и исследования. И таково мое направление, мой путь, который я считаю истинным, поскольку на его правдивость указывает сама природа. Именно он и является объектом моей работы. Так, мое сознание всецело принадлежит неаполитанскому фехтованию, в котором было открыто сумен-но-тарь, сумен-то-ватти, и наиболее важное из них, из открытий, мастерски продемонстрированный и математически доказанный. Что касается моих личных соображений и опыта, он является точно таким же. Более того, неаполитанское фехтование позволило мне добиться выдающихся результатов, поэтому я имею честь их представить общественность. Не преследуя никаких иных целей, кроме как воздать славу моей стране и ее победам, я молюсь, чтобы вы, дорогие читатели, какие бы вы ни были, прежде чем добавлять что-либо в мою работу, удалять или вовсе дробить и измельчать, чтобы вы соизволили прочесть ее критически. Критику прошу отправить по адресу Неапре, улице Вико, Белла Донна, номер 16, третий этаж. В соответствии с данными критическими рассуждениями, я пересмотрю свою работу и стану ее реформировать. Пусть лучше реагирует аудитория болезненно, нежели аплодисментами. Тогда в свет выйдет второе издание, которое я в знак моей к вам признательности включу именно критиков, которые узнаю выше описанным способом. В противовес молчанию одних и критике других, кто выкажет ненадежное суждение, скажу, что такова не станет частью изменений, о которых идет речь. А именно, говорим мы о научных предметах и категориях, а не искусстве спекулирования, что соответственно даст свои плоды со временем. то есть введение. Ну вот, введение, как вы видите, изобилует научной информацией и, в общем-то, если вы его еще раз внимательно пересмотрите, вы увидите, так сказать, насколько работа, которая сделана на бласкопоре, уже в ее введении как бы яркое и объясняющее все с научной точки зрения. со ссылками как вы понимаете на библиотеки и на авторов и на психических людей, предшествующих его рассуждениям на эту тему. Отлично. Теперь мы как бы с вами идем к второй части главы второй, да? У нас осталось немного второго раздела и дальше третий. Мы закончили на том, что один из первых консулов Купли и Рутилева стал известен тем, что уменьшил количество подписаний в обращении с оружием. Превратил свой дом в оружейную комнату, где занимался с доблестными учеными и практиковал нарушение. Дальше. Поединок Дуэль, как это хорошо известно, родился вместе с фехтованием. Мы это видим на примерах древних народов. Именно на примере того, как разрешались вопросы общественных интересов между разными нациями. И эра поединков закончилась с началом войн. В войнах нации состязались, чтобы поддерживать свою репутацию. В доказательство тому возникло понимание ценности армии, поскольку именно армия в войне разрешала исход битвы. У некоторых наций поединок рассматривался на уровне судебных органов в качестве инструмента разрешения особых интересов. Я не буду говорить об оригинальной изначальной дуэли, потому что я уже рассказывала о ней изначально, рассматривая источник ее происхождения в фехтовании, то есть дуэль вышла из фехтования. Также здесь мы не будем говорить о том, что использовалось в античности для войны. Здесь мое внимание всецело занимает происхождение и развитие поединка, которое позволяло разрешать частные дела, но еще и потому, что это единственная причина, то есть частный интерес, что есть клевета фехтования, а еще и потому, что это было единственным инструментом, который позволял переворачивать фундамент гражданской власти и влиять на развитие общества. Далее, в подтверждение изложено. Приводится следующее. «Книга наука права», глава четвертая, тонн первая. Франк говорил точно так же, вот его слова. Нравственный характер учителя, то есть его мораль, немало влияют не только на обучение, которое он предоставляет своим ученикам, но и на их собственное, хорошее физическое и моральное состояние. Какие ужасные неудачи постигнут учителя публичного или частного, если изначально идеи его прогнили? Далее, отрывок из издания «Медицинская полиция». «Искусство совершенствования человека». Тоже писали эту стату. Влияние маэстро на распад и неуважение к фехтованию было велико. Об этом говорит Робертсон в обведении в историю о Карле Пятом и Морсиката Половичини в своем поленопуском труде от 1670 года. Далее, необходимо цитировать труд Монтескея «Величие и деградация римля». Поединок в основном использовался древними греками, среди многих которых следует упомянуть. Я, гранюшись описанием того, что произошло между три гениями по имени Эрексимакао с тригонометриями Демонстрато. Первого из них звали Финецис, второго – Тегетис. Между обеими сторонами в течение длительного времени было противостояние. И ввиду этих противостояний Тегетис должен был вступить в поединок против Финецис. И был он там среди наших братьев, которые жаждали победы. И предложение поединки было одобрено обеими сторонами. Так, Тегетису они прислали одного из сыновей Эрексимака и звали его Финетис из рода Демонстрато. При бежене с меча Эрексимак использовал именно этот вид оружия, руководствуясь от побеждающих врагов стратегией. Он показывал в поединке, что собирается бежать. Тем самым он уходил от удара и любой очевидец поверил бы в показанное поведение. Эрексимак же воспользовался этим и убил своего противника и таким образом одержал большую победу. Данный фрагмент проведен из книги Аркадичи и Дамарату «Почившие сыны своей родины». Далее. О такого же рода дуэли рассказывается также заметки третьей на странице семнадцатой. Исход поединка был таков. С самого начала Великой войны армия гаулов нападала исключительно ночью, тем самым повергая лагерь противников в хаос, а его солдат в замешательство. Так нам стало известно об этом факте благодаря сражению на Тибуре. И как известно именно с поля Тибура гаулы проводили такие кампании. Итальянские читатели и сицилийцы с большой радостью вспомнят о таком-то сообщении описывающей дуэль, которое состоялось в городе Балетто-Дипулья в 1503 году. Поединок состоялся между тридцатью французскими рыцарями и таким же числом итальянцев, состоявших на испанской службе. И первые в данном случае без французов проявили гораздо менее храбрости, когда дело дошло до фехтования. И по обогновению этот поединок был воспринят как еще одна катастрофа, как это ранее было при Квещене, поскольку этот поединок значительно уменьшил смелость французов. И мы не можем приписать эту катастрофу неблагоприятной судьбе, поскольку на самом деле она была результатом их добродетелей. Чтобы поддержать честь своего народа, итальянцы согласились на то, чтобы 13 человек из французского полка и 13 человек из итальянского подразделения, вооружившись, сражались друг с другом прямо в лагере до победного конца. Описанная дуэль завершается такими словами. Цитирую. «Это просто невероятно, каким малодушие отличилась французская армия и насколько выросла сила духа в армии испанской. А испанцы были таковыми, потому что обладали военным опытом после завершения войны. Вак, это действительно имел место быть». Это цитата из книги «История Италии». Среди избранных итальянцев, среди представителей элиты, были Франческо Соломоне и Гульельме Абамондо из Сицилии. Именно их фехтование в значительной степени повлияло на победу. Подробности этого факта также можно прочесть у Эттори Ферамоска в его описании «Битвы при Барленте». Авторство Массиво Диаглево. Неаполь 1833 год. Далее описывается французский взгляд. Столица Королевства Сицилии. Том 2 глава 82. Описывается как совет Тренту предает анафене дуэлянтов, отлучая их от церкви, равно как и тех, кто является свидетелями дуэлей. Сессия 25. Далее идет ссылка на падение Римской империи. Орды варваров гораздо более известны в силу своих проступков, которые ринулись поколять европейские земли после падения Римской империи. Они ринулись с севера на юг, прошлись по всей Европе. Варвары эти мало беспокоились о принцах и часто прибегали к единичному поединку, то есть дуэли, как к методу разрешения частных интересов. Дуэль, которая была тогда, не только была унаследована, не только была унаследована, она практиковалась нашими отцами, и несмотря на всю критику и изменения, она дошла и до наших дней. Все же отметим, что немало пострадала и претерпела в результате различных многих политических, религиозных и моральных методов давления. Орды этих варваров родились в особых условиях жесткого климата, и суровый климат стал одной из причин, стоявших на их дух. Поэтому мы и видим ту силу, которую они проявляли при обращении и не должны упомянуть о темпераменте, который присущ наездникам тех краев. Фактически это стало причиной неупенебности и независимости, которые стремили вперед такую силу и такого гения. Обратите внимание на вторую половину XIII века и на все способствующие тому события. По причине невежественности политиков, из-за того, что они ошибочно надеялись на собственную свободу, считая ее более благородной, они верили, а точнее уповали, на то, что всегда смогут договориться и всегда смогут уладить друг с другом те или иные проблемы. Политики не были готовы к прямому столкновению. Повторюсь, в этих полчищах и ордах, которые в том числе влились греки, римляне и представители восточных культур, достаточно было одного импульса, некого появления страсти, и все личные ссоры перерастали в дуэль с оружием, то есть на всякий конфликт они отвечали силой оружия, что подтверждают цитаты «За мой умысел ответит мое оружие». Факт, что чаще всего отмечают некое первобытное состояние людей, урожденных в неблагоприятном климате, которые так прямо и толкали вернуться к применению силы, то есть вернуться к варварству. Я уже рассказывала о наступлении греков, римлян и восточных народов. Так вот, у этих народов царствовал обратный принцип. Во-первых, их мудрейшие знатоки поддерживались политических прав и их законов, а значит их мнение ни в коем случае не поддерживали частные дуэли, к которым они по этой причине и не прибегали, несмотря на то, что они всегда были вооружены. Но это никогда не требовалось. Мы помним, что есть две вещи, теория поединков, теория дуэли, и норманны, они как бы дуэль неисповеден. То есть и вот когда появился в норманнах судебный поединок, это не была дуэль, это был суд. Это разные вещи. Я допутал одно из других. Я скажу, что нормандские рыцари дрались между собой на судебных поединок. Это было, но это не дуэль. Дуэль имеет совершенно другие основания оскорбления. Здесь оскорбления никакого нет. Здесь суд. То есть ты слишком умный, нет вопросов, беременч и доказывай свою правоту с оружием в руках. Тут нет оскорблений, никто никого не оскорбляет, никто никого не унижает. Понимаете? То есть грань между дуэлью и судебным поединком это то законное действие определенное, то есть это божий суд, а это ответ человеку близкому, подлому, который очень острый на язык и очень трусливый по натуре и по своей. И в большинстве случаев надо сказать, что люди отказывались от дуэли. то есть по причине того, что да, они терпели уныжение, они имели всеобщее презрение после этого, они с людьми в обществе не общался, все их отвергали, но они сохраняли жизнь и чувствовали те вещи, которые они должны чувствовать, как человек поддый, низкий, совершивший поддый, низкий поступок. надо сказать, если правила дуэли появились в Италии только в 1863 году. Вот первый дуэльный кодекс в итальянском. До этого в Италии правила дуэли не было. Никаких. по причине того, что в Италии разбирались на месте. Сразу, не отходя от дуэльного кодекса. То есть дуэльный кодекс первый появился в 1863 году. То есть теперь уже во всех странах мира существовал давным-давно дуэльный кодекс. А в Италии в 61-м возникла Италия, а в 63-м только появился дуэльный кодекс. Надо сказать, что безусловно в так сказать королевский дуэльный кодекс в Сицилии это территория Испании действовал судебный кодекс нормандский как это было принято. Но на остальной территории Италии дуэльные кодексы не практиковались и люди разбирались прямо на месте. Не отходили. То есть по сути то, что сейчас пишет шпага доставалась сразу. Без предупреждений и так далее. И выпад. То есть удары сразу шли на поражение. То есть никто никого на дуэль не вызывал. То есть не было такого, что вот я дома, пришлите мне секундантов, потом встретились в определенном месте поделились правила поединка, разрешили спор. Оскорбленная сторона и так далее и тому подобное. То есть причиной дуэли всегда является оскорбление. Всегда является оскорбление. Причиной судебного поединка может быть все что угодно. А ngoge Поэтому вы же видите, что в Италии меч доставался сразу. Никто не разговаривал, особенно на севере, то есть вообще никто. Все ученые, которые там работали, все, кто работали в архивах, они всегда говорят, что северное фехтование, то есть это болонийское фехтование, произошедшее венецианское, венецианское фехтование, и, понятное дело, все остальные северные провинции, Гена и так далее. Эти товарищи никогда не занимались дуэлями в том виде, в котором Гейлы к себе привыкли во Франции и так далее. Но итальянцы сразу доставали меч, а нам говорили просто, напьются, достают нож и убивают друг друга. Поэтому никто не делал никаких реверансов, не привязал секунду, а просто убивали человека на месте. То есть, если человек оставил другого человека, его тут же провожали за пределы ресторана, трактира и так далее для того, чтобы быстренько его убить. Очень, так сказать, испанский подход криминальный, даже на севере. В общем-то, было испанцем от кого набраться, от своих друзей венецианских, легендарских. То есть, там особо долго никто эти вещи не репетировал. Продолжайте, наверное. И, несмотря на то, что они всегда были вооружены, это никогда не требовало защиты. Далее, турки, как представители этих народов. Они не знают о поединках, не знали о прочих убийствах, тем более о поединках с публичными врагами. Они никогда не понимали идеи борьбы, идею личного преступления, а следовательно и не соглашались с ней. Точно так же, как и персы, цитирую, не только не знали о культуре и поединках, но и крайне редко применяли оружие, только в редких конкурсах и состязаниях. Равно как и китайцы, в принципе, прибегают к помощи оружия крайне редко, полагая, что только человек, который превратится в зверя, опозорившись, опустится до такого. И такого человека точно сравнят с Варварой. То есть там, на самом деле, с поединками все очень сложно. Не забывайте, что есть еще гладиаторские поединки и прочие там поединки. То есть это все очень сложно, потому что, по сути, гладиаторские поединки это погребальные поединки. Как бы, в общем-то, начиналось все с этого. И, в общем-то, там очень... То есть нам смысл этих поединков понять очень непросто. По причине того, что мы не умеем работать с собственной памятью, а на самом деле, как бы, в общем-то... Как вы понимаете, там абсурд творился полно. То есть сначала выясняли, кто самый сильный, самый умный и так далее и тому подобное, а потом его приносили в жертву. То есть это абсурд всех абсурдов. Вот вместо того, чтобы награду идти подать, его приносили в жертву этого самого сильного и самого умного. То есть время это выглядело так изначально. Понимаете, да? И вот здесь как раз... То есть, по сути, как говорит мой коллега Александр Иванович Сабельдак, здесь как раз надежда на то, что этот человек попадет в память и вернется в памяти ихним королем. То есть вот такой механизм избрания государя. То есть нам это ничего... нам это не понять. Ну, то есть мы живем сегодня в таком мире, что вот таким способом создавать себе заранее государя, при помощи так называемого какого-то механизма реинкарнации... Ну, это, знаете ли, нужно быть не семь, не восемь, а не девять, чтобы это сделать. Ну, вот они делали вот таким вот способом. И это у мистики и науки как бы... И это еще все процветало в Риме до арен. В имперской времени до арен, пока гладиаторы достали биться на аренах. А битва на аренах это вообще интересная тема. Потому что гладиаторы имеют два этапа. Погребальные этапы... То есть они вот и до этого в Европе вот таким способом выбирали целей. То есть, по сути, сначала устраивались гладиаторские бои среди самых сильных воинов. Один воин убивал всех воинов за честь быть принесенным в жертву, чтобы потом переродиться в лице их государя. Вот так вот. То есть тут с поединками все очень неприятно. Дурель отдельно, судебный поединок отдельно, погребальный поединок отдельно. Тут столько всего, что если кто-то когда-то столкнулся и начал писать на эту тему научную работу, то, знаете ли, я думаю, что был бы повод для того, чтобы разогнаться по полной программе в этом направлении. То есть это, в общем-то, тому, кто интересуется вот этой вот мистикой какой-то европейской, которую вот описывают некие, так сказать, мужи, вот всякие там в Риме, в других как бы в Германии, в других частях. Но немцы этих вещей не практиковали. А вот риммини как бы практиковали очень. И набрались они этого тоже от своих предшественников волшебных и трусков. Да. То есть они как бы от своих и трусков, предшественников набрались этого всего. Этих всех погребальных поединков, потом принесения в жертву, там и так далее. Веселая картинка. То есть с нашей точки зрения глупость неимоверная. Но вот они считали, что это не глупость совсем. Что это очень даже не глупость. Потому что так они выбирают себе самого лучшего государя. Самого сильного, самоспособного, самого лучшего. И что когда потом рождался ребенок в царской семье, это был именно этот воин. То есть они считали, что он является их посланником туда, в родовое бессознательное. Я в пантеон богов. И он там придет договориться со всеми богами. Договориться со всеми богами. Сделает все, чтобы боги были милостивыми для всех. И как посланник богов придет на землю в виде ребенка царствующих людей. Вот так вот. То есть вот так эксплуатировалась мировая память в те времена. Очень любопытное объяснение. Ну вот, Александр Николаевич Сагретак, он вообще специалист в вопросе. Но если надо не одну лицу прочитать на эту тему о погребальных поединках, о гладиаторах. Он очень любит эту тему об инквизиции. Может быть все эти моменты. Да. Очень большое специалист в городе Сагретак. Когда же мы говорим о рыцах, поясним, что у них совершенно другие причины. Они знали фехтование, в особенности их оружие, позволяющее противостоять. Оно было крайне тяжелым. А поэтому победа с точки зрения силы была немало привязана к мускульной ловкости. Почитание, страх, уважение внушали те, кто обладали сильным оружием. Наездники на боевых скакунах, оруженосцы, сами кони. Все это имело свою стоимость и требовало обслуживания. А также поставки и сохранение оружия, которое обладало как наступательными, так и оборонительными свойствами. Что требовало, как вы можете себе представить, немалую сумму. А также, чтобы хорошо справляться с таким оружием, требовались длительные тренировки без перебоев, мастерское владение оружием. Стало быть, мастерское владение оружием было прерогативой исключительно дворянского сословия. Поскольку, чтобы позволить себе все это, нужно было быть богатым или, по крайней мере, тем галантным человеком, который мог бы это богатство сымитировать. Более того, немногие и знали, служат ли их оружие военной справедливости в божьих суждений. Поскольку вежливость и обходительность заставляли их поддерживать и защищать честь, невинность и слабый полк. Далее подтверждение сказанного. Цитируется Мораторий, изначальное происхождение дуэли, Саксонус Граматичи, История Дании, Морфей. Джамерли Карлибиджиаджи, его книга «Путешествия». Далее, цитата. И лорды в своих владениях, в своих замках, не имели другого занятия, кроме обращения с благородным оружием, главным из которых был меч. И именно с мечом им было разрешено упражняться. Обращение с клинком – вот подлинное искусство нашего рыцарства. Искусство это не подвластно плевеям. Для них существуют палки, рукояти и подобное оружие. Обратите внимание, что мы видим абсолютную точность классификации Попова. Попов говорил, что существует ключевой навык эпохи. Здесь прямо четко описано, что не просто есть ключевой навык эпохи, а он под законом ничем более не заниматься. Ничем более все остальное запрещено лицами. Кроме как упражняться с оружием. Ничего более все остальное вещество. Все остальное вещество. То есть под законом не просто сформированный навык эпохи, а под законом. То есть попробуйте, отойдите от этого навыка только. И сразу перестанете быть рыцарем. То есть попробуйте заняться чем-то другим, и вы перестанете быть рыцарем автоматически. Вас вся рыцарская братья европейская отсудит. Вы вспомните фильм Квентина Дорварда. Вы помните, что говорил дед Карла Пятого, Карл Бургундский, смелый. Вы поняли, что он сказал? Я надеюсь, я не нарушаю никаких законов рыцарства. То есть мое решение не противоречит никаким законам рыцарства. То есть для него, для короля, для Карла Смелого, для одного из хозяев Европы в тот момент времени, очень, даже для него очень важно было не нарушить ни единого пункта рыцарского закона. Ни единого. Потому что за это Каралей, Каралей жесток. То есть не просто ключевой навык эпохи существует. Он под законом находится, на рыцарстве. И это в приказном порядке, это не потому что ты хочешь или выбираешь что-то. То есть если ты рыцарь, ничем, кроме оружия, ты заниматься не можешь. Не имеешь права. То есть все остальные. И вот тут. То есть ты ни палку взять не можешь. Как вы помните, да? То есть в бою ты можешь брать что хочешь. Хоть палку, хоть подручные средства, это не имеет значения. Но когда ты не в бою, ты не имеешь права прикасаться ни к чему. Кроме меча, доспехов, копья и так далее. То есть то, что это стоит на вооружении. То есть по сути своей сказано, палки для простолюдинов. То есть понимаете, да? Тут четко написано, что палки для простолюдинов. То есть простолюдины, которые собираются выяснять между собой отношения, и они делают это палками. И никогда это не делают железом. Потому что это им запрещено. На уровне закона запрещено. Почему? Еще не добавь пора на друг другу идиоты. Никому работать будет на поле. То лучше палкой. Солючи-то не умеют. Так вот. У нас покорили страдать и несколько раз. С презрением. Что будет концентрировано? Во-первых, обращение с клинком – вот подлинное искусство нашего рыцарства. Искусство – это неподвластно плебеям. Для них существуют палки, рукояти и подобное оружие. Так говорили Капитолий и Карла Великого. Цитируются правила доброго этикета. Далее. Сис Монт. В его труде «История итальянской республики средних веков» в главе 20-й говорит. Фехтование на палках, на бастонах по-прежнему практикуется. Но это удел людей низкого сословия. О бастонах и о палках тоже писал Вегенский. Отмечая, что это для плебеев. Заметка 1-я страница 16-я. То есть вы понимаете, да? Человек, который палку взял в руки, он не рыцарь. Он не рыцарь. Все. Точка. Поэтому мы говорим, что когда мы видим палки, мы видим либо тренировочное оружие рыцарей, либо тренировочное оружие рыцарей, потому что рыцарь с палками упражнялись. Ну, вы же не будете металлом убить своих товарищей по оружию, как бы когда звезды так перевернем, то палками они упражнялись. Ну, все палки рыцарства повторяют оружие. Ну, размеры, вес оружия и так далее. И вот испанские палки Гарлотто, Таледо, Вара, Фериаки, они все повторяют рыцарское оружие. Потому что это тренировочные палки для тренировки рыцарей. И именно эти палки стали на вооружение монахом-францисканцем, потому что им металл было носить по божественному запрещено. И если они взяли металл, то есть публично, то есть не публично, вы знаете, не отлично, орудовали металлом без всяких проблем. Как бы когда они одевали черные балахоны, убивали людей. То есть здесь они отлично, но публично брать оружие от руки монах не имел права. Вы же помните, поэтому, когда надо, Бог по понятиям сам покажет. И тогда одевались черные балахоны, Биати Паули и удар стилетом в соответствующее место, что в один удар заканчивалась карьера какого-то чиновника, который не сильно любил от него короля. То есть без суда и следствия. То есть справедливые люди, Биати Паули, в Палерво это дело практиковали. А потом францисканцы на всех оккупированных территориях, в Пари, в Мадриде и везде это практиковали постоянно. В публичном монах никогда с ножом не изображается. Публичном никогда не изображается. Но мы знаем, что францисканцы отлично управлялись со стилетом. Прекрасно это делали. И людей в Европе полегло достаточное количество ихними руками. Кладразведка у Карла Пятого была аргументная. Они занимались своим делом очень грамотно и на высоком уровне профессионализма. А точнее очень быстро инквизировали всех, кто плохо себя ведет. Но рыцарь, публичный рыцарь, не может взять палку для разрешения вопроса какого-то по причине того, что это удел низкого. Следующая цитата. Дуэль в ту эпоху была средством раскрытия правды, особенно в гражданских суждениях и тем более преступных. Также были известны так называемые дуэли во имя совершения божественного правосудия. То есть именно божественность наделяла того, кто поддерживал правду победой. То есть победитель был невиновен. В данном случае цитируется в Муранте глава 38 труда о еврейском боге. Об условиях и возможностях поединки также говорил Робертсон в своей книге «Введение в историю Карла V». Книгу издал Филанжери. Глава 11 этой книги называется «Сосуществование божественных суждений во времена варваров и казни». Идея о божественном правосудии была самой древней и самой главной. Настолько древней, насколько стара идея о героической независимости, которая заставляла людей останавливаться и регулировать таким образом свои дела. Так, например, Гомер обосновывает невиновность Париса, который был ранен в поединке с Менелаем. Приводим цитату из Илиады. «Ибо не поддался к рынку Менелайп, хотя тот и был вызывающим и защищался у неистово, но все же был в полной безопасности, ибо был он праведником, и Бог был тому свидетель». Ну, в Литвиде, то есть, как кому выгодно, так все и кто. То есть, вы же понимаете, что Борис никаким праведником не является, да. Он является негодяем и подолком, как бы, да. То есть, все это прекрасно понимают. Но он же тогда мозги. Ну, ставили нормально с помощью родителей, что это Боги так, типа, решили, и поэтому он праведник. То есть, сперечь жену у своего товарища, у своего союзника, и увезти ее в Трою, это нормально считается, да. Что же это за мужской поступок такой? Ну, поступок подобка, как бы. То есть, с жены-то какой спрос? Она конченная, так все понятно, как бы. А он-то, павлинцы, он-то сын царя. Вы же представляете себе, что это для Трои и для всего государства? То есть, такой поступок, по сути, говорит всем гражданам Трои, делайте то же самое. Раз царю можно, значит, и вам всем можно. То есть, это полный бардак. Вы пейте. Вы чего? То есть, отец, встретя сына и встретя подобного рода невестку, как бы должен был, арестовать обоих, эту гадину отдать мужу, пусть сделай, если еще хочет, это его личное дело, это его жена, нечего, а сына казнить. Обязано. Публично, при всех, потому что король не может поступить иначе. Король не может поступить иначе. То есть, если сыну можно, то и всем в империи можно. То есть, и люди ждут правосудия, люди ждут правосудия. Он подставил целую империю, как бы, под удар. И люди ждут правосудия, как бы, говорят, это ж непостижимо уму себя, такое поведение, как бы, государь Дуда. То есть, сына государя и брат же его, Гектор, вы помните, он в бешенстве просто был от такого поступка. Он бы говорил, ты что, с ума сошел, как бы, да? Немедленно разворачиваемся в спарту. Помните? Да. Да, то есть, потому что нельзя сидеть, пить за столом с мини-лаймом, как бы, и заключать союзы, и вести себя, как рынцы, а потом взять спереди жену и убежать. Как подлитрунскому, понимаете? В общем, да видите, даже тогда, уже мозги ставили, вот, в Илеаде и Одиссее, что он, типа, праведник. Поэтому его и не убил. Да не поэтому не убил. Потому что Гектор его убил, да, за брата. И за это поплатился жизнью от Ахиллеса, за несправедливость. То есть, Илеады и Одиссее, это глубокий философский эпос. И там показано, что такое справедливость и несправедливость. То есть, вот он был жив, Гектор, до тех пор, пока жил правдой. Ему ничего не могло бы угрожать. И когда он защитил своего брата, то есть совершил несправедливость, его за это убил Ахиллеса. Гуза это убил Ахиллеса. Понимаете? Прямо-то до этого, по-братима Ахиллеса убил Руки. То есть, вот вторую несправедливость совершил. Он же хотел убить Ахиллеса, а не брата. Зачем он это сделал? Но он его перепутал, помните, да? Просто. В частности, дуэли служили инструментом исполнения вендетры, личной мистикой. И у таких дуэлей существовали некие особенности. Ищущий всегда находит в мече добрый инструмент реализации собственной страсти. Более того, такие люди верили, что с помощью меча можно разрешить все. Была бы причина применить это самое оружие. Также они рассматривали фехтование как необходимое средство, не менее важное, как, например, езда на лошади вверху. В определенный момент две эти страсти объединились и дали свои плоды. Цитирую. Однако первые герои Греции отмечались доброжелательностью, наивысшей учтивостью. Наивысшей учтивостью они считали защиту и защищали славу, вместо того, чтобы ими помыкать и насаждать насилие. И не вызывало это ни хвастовства, ни опровержения. Не меньше славы воспевали паладинов, чья рыцарская нравственность описывала вечность фехтования. Как известно, эти воины были вооружены лучше многих и воевали во всех частях мира. Они были богаты, о чем говорят их переполненные замки, крепости. А также известные ассасины, которые наказывали порождение несправедливости и защищали славу. Вы помните, чем закончились? Закончили ассасины, да? Очень плохо закончились. Это они просто не видели, что такое настоящие воины. И постоянно имели дело с какими-то полунепонятными уродами, да? А когда дело дошло до воинов настоящих, то крепость и замок этих ассасинов пал в течение трех часов полностью. И были убиты все, до одному. И все потому, что против них выступил один из лучших полководцев того времени, вы помните. То есть, биться им пришлось джедать, как бы, чиргизхан. А этот товарищ, как вы понимаете, был, во-первых, отменным тактиком, во-вторых, отменным бурном. Потому крепость взяли сразу, с первого штурма, как бы. Благодаря. Через три часа все были мертвы уже. Поэтому, знаете, убивать людей в подвороте, это одно дело. Другое дело, биться в лоб с противником, который достоин этого, чтобы с ним сражаться. Вот, как бы, выяснилось, что они не умеют сражаться с такими. То есть, они такие страшные были на весь Восток. Пока джедэ с ними не разобрался за три часа. Быстро отдавил порядок. И всех перебил, и их него шаха туда же загнал. То есть, поэтому, вспомни. Как это было, это очень поучительно. Да. То есть, эти люди держали в страхе весь Восток. В страхе держали весь Восток. Потому что на Востоке не было воина. Но, когда они встретились вот с этой машиной, татарам анголам, как бы, то вот здесь, как бы, у них мало не показалось. А с татарам анголами, как вы понимаете, все очень непонятно. Очень сложно, странно и непонятно. Вот. Это совсем уже другая история. История Российской империи, имперской до, так сказать, 17-го года. То есть, это надо отдельно разговаривать на эту тему. Неудачно. В дополнение к обязанностям перед Господом и Сувереном, рыцари по-прежнему должны были защищать слабых, сироп и немощных. Такова была клятва, которую они давали, чтобы хранить порядок. Также Естинян сообщает, что и прочие писатели, которые когда-либо имели дело с рыцарями, в один голос соглашались с особенной рыцарской нравственностью. Приведение огнестрельного оружия, сила и ловкость оказались бесполезными. То есть, характер обращения с тяжелым оружием оказался более ненужен, поскольку использовалось огнестрельное оружие. И было это оружие наиболее удобным и подходящим к любым условиям. Также чтилась некая потребность в мужестве, а, следовательно, и в самом искусстве владения оружием. Затем и вовсе распустили конницу и рыцарей. Но в этих семьях по-прежнему существовали рыцарские доспехи, и были они благородны и без лошадей, и без тяжелого оружия, и без надобности защиты вдов, селок и прочих. Рыцари со всем этим согласны не были, и они желали апеллировать. А также появились новые, так называемые «рыцари» в кавычках, о которых появились рассказы о доблести и достоинстве. Тем временем люди забывали, что в бою именно «рыцари» подвергали себя неизбежной опасности. И на самом деле в ту эпоху новые институты создавались неохотно, равно как и неохотно принимались их обязательства, отличные от тех, которые мы характеризовали. А значит, появились и разные способы выполнения этих обязательств. И действительно, ряд взаимосвязанных доктрин, заповедей и ответов на мудрые вопросы, в частности, позволяющие исключить страх, совокупно получили название «рыцарской науки». И это специальное название «рыцарской науки» было образом того, как страшную трусость побеждало настоящее мужество. Но некоторые вместо этой науки показывали сущий маскарад, пренебрегая правдой и отстраняясь от истины, на что смотреть было невозможно, как пишет Родмунде. И цитата еще, ссылки еще на пять трудов. «И верно сказано, древние рыцари, повинуясь влиянию истинных почестей и истинного мужества, столкнулись в поединке с законом. И этот юридический поединок закончился тем, что всем современникам понятие чести и долга в принудительном порядке пришлось не зайти до дуэли, даже во имя мести. Позже участники дуэли рассматривались рыцарским уголовным судом». Цитирую. «Было установлено, что хотя в поединке хочется доказать другому, что он достоин презрения, все же человек чести не имеет права иным способом поступать. Также сказано, что трибунал у рыцарства не потерпит оскорблений. Он считает этот тип разрешения споров достойным, объясняя это тем, что те, кто сегодня чувствуют обиду, все же по-прежнему останутся в живых. Но для того, чтобы бороться, нужно искусство и поклонение этому искусству. А у рыцарей тех времен не хватало ни того, ни другого. И так стали появляться самые смелые и уклончивые доктрины поддельных актеров, провокаторов, в том числе в женском обличье, чьи методы обращения с оружием и тренировки на поле все это принадлежало консультантам, покровителям, которые создавали манифесты и плакаты. И применяли прочие ресурсы в виде рыцарских книг, схоластики и даже собственное положение применяли, которое позволяло отрегулировать все необходимое в юридическом плане. Вот как они разжигали все это, чтобы доминировать. И в этом мы находим следующее. Люди почувствовали дыхание страха. Он изродовал их, озлобил, и так дуэль увядала. И в конце концов они не осмелились поверить, что им нужно было сражаться. Но то, как это мнение было пояснено консультантами, покровителями, деньгами и людской молвой, все это оформилось так называемую «рыцарскую науку», в кавычках, которую можно было бы сравнить с парусником. А людская волва словно была бы ветром, которая надувала его все больше и больше и гнала его вперед. Все эти уклончивые средства одновременно были разобщающими, которые, с одной стороны, приуменьшали роль дела чести до словесного поединка, но, с другой стороны, речь идет о споре вживую. Слово, передаваемое от одного человека к другому, порождает еще большую бесконечную ненависть и толкает человека к мести. Среди прочих законов о рыцарстве выделен тот, который вызвал наибольшее число провокаций и споров, хотя на него не та сильно обращали внимание. Я имею в виду вопрос выбора оружия, который для настоящего рыцаря был вопросом факультативным, порой и презренным, потому что для рыцаря первичным делом было совершенное преступление. И дело наказать противника было главной задачей. Дело в том, что преимущество выбора оружия должно было быть за первой, то есть за оскорбленной стороной. И были споры о том, в каких случаях совершенных правонарушений все-таки право выбора переходило к правонарушителю, или напротив, в каких случаях права эти были оскорены. В любом случае у первого человека были преимущества в выборе оружия. Закон был глухим и медленным, но постоянно устойчивые действия в реализации собственных интересов с привлечением оружия и стороны разделились во мнении. Одни поддерживали и сохраняли этот подход, называя его силой света, который ведет к развитию цивилизации, а другие говорили, что это связано с яростью и силой, с тем, что заставляет подчиняться и закону, и разуму. Также личный интерес, почитание традиций, силы знания, то есть развитие цивилизации, все это давало некую смелость. Они устанавливались некие пределы. Но правда заключалась в том, что как руководствуясь истинной идеей применять клинок вопросов чести, а также в том, чтобы разрешать частные вопросы власти. Таким образом, мнение о том, что в случае мести оружие становилось средством разрешения конфликта, который обликался в форму дуэли, в этом отношении государственная власть стала предпринимать бдительные шаги. Так оскорбленная сторона жаждала мести вендетте, что повлияло на закон и повлияло на способы урегулирования вендетте. Больше месть не вкладывалась в мерзкий смысл, потому что тогда в городах почитали мужество, связанное с героическим лицарским именем. Однако ни мужество, ни смысл, ни великое мастерство, ни доблестный заслуг – всего этого не было в том, как один бросал перчатку другому. И больше не было понятия, как один обесчестил другого, потому что вопрос чести и вопрос ее разрешения определялся исключительно согласно действующим законам разума. «Я буду выше всех громогласных заявлений, которые сделали некоторые умники касательно поединка, а затем и касательно самого фехтования, поскольку со стороны я смею утверждать, что фехтование и поединок – это тяжелая работа, и она заключается не в том, чтобы громыхать, кричать и действовать как пресловутый Дон Кихо в поиске способа реализации собственного предприятия, нет – честного противостояния. Коротко говоря, я бы лучше был блуждающим рыцарем в любой точке Европы, чем рыцарем, который уповал на древнее оружие, и так я смог бы разрешить больше сделок. Я бы лучше относился к таким рыцарям, и любовь Бедевича от ним выражалась иначе, и защищал бы он слабых, и воспевал бы он славу и порядок». Достаточно. На сегодня достаточно. Мы с вами поработали хорошо. Вы видите, вы исторические опыслы, вы послушали идеи, мы разобрались, какие источники науки существовали к тому времени, начиная с 16-го до 19-го как бы века. То есть у нас с вами тут, так сказать, доска за доской появляется. Когда закончен этот труд наш, с глаз как говорю, мы выпишем все науки, которые из этого следуют, с тех досок, которые Валерия Акута здесь в общем-то сделал. А я с вами прощаюсь. До завтра. Спасибо вам большое. До встречи. До встречи.